Когда проголосуем, мы даже все за, батюшка делает против. Или наоборот. Он решает. А мы подготовку введем. Вводим и вводим. Я уже говорил, что тот кусок взял, но не донес явно. Ишь, крутит в руках. Должно съесть его. Кусочек я отломил, надо еще добавить. Зарядил большой кусок, а теперь куда его? Обкусанный, мокрый. Да и дать. Вот я вижу, что в доме никакого порядка нет. Я говорю, в левой руке держим кусочек хлеба, а в правой ложку. И не надо на стол вырваться все время. Ложка вот поднял, привез. Вот показывает в Герасимове тихий дом. Шолохово. И они там где-то пашут или косут. Из одной чашки все ездят. Когда Барнов не оказался в технику, я не знал, что у каждого еще чашка бывает. А мне просто не выдали. И два года они побыли, я так зам не развернул. А зачем? У нас шкуру вес от Барнов. Я-то нисколько уже не помешал, а наоборот. Последнее предупреждение тебе. Наклонишься. Слушай, Павел, на ноги планировать. Слушай, я тебе в грудку говорю. Еще раз наклонишься. Последнее предупреждение. Даже взял лепешку. Ты бы оторвал от нее-то. А теперь что за лепешкой? Даже доказывать-то еще не надо. После нашего вкусного, то куда лепешка нам отдали? Шарик. Шарик не повлезла. Шарик. Кто остановился в этой, вот первый, называется Иосифов дом, главный вот Николай Георгиевич. Его слово для вас исполнение. Смотри, тебе уже так не было в столу. Лепшек дает. И пенг дает. Я ночью увидал, что тут горит свет. Где? Я перешел сюда к вам. Дернул дверь закрыто, а свет на здесь освещается. Все них-то не выключили. Сестры. Сестры. Сестры, сестры, сестры. Ему надо сделать свет, это дает, здоровый такой свет. Пришлось проверить, что случилось. Сестры. Мы здесь. Простите, Креста Рады. Не знаю, где выключатель. Но зато мы ночью на светлое небо молились. Так, мы ждем пока трое. Если остались двое и не доели, мы встаем. Все, да? Юрий, поблагодарите Бога. Господи, Господи Иисусе, благослови тебя за милости к нам, как грешно, за то, что ты продлеваешь время на покаяние и исправление жизни нашей. Слава тебе, собравший нас здесь, единой общиной, Отец и Святой Дух. Аминь. 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 Благодаря тебе, Господи, заботящимся за нас Елену, Елену, Благодаря тебе, Геннадию, Ларису и всех помогающих. Тебе Боже слава, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Пока все на месте, я вам небольшое объявление сделаю. Вчера батюшка звонил нам рыбку и есть мед. Заказывать вот банка. Видели, какая банка лежит? Или не видели? Это как лекарство. Свежий мед. Аминь. 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 Сколько надо? У нас виталия нет. Он заказал в прошлое на сколько? 55 килограмм. Ну, это да. Уже несколько лет назад. Ну, да. Он поместился. Запишите, кто кому сколько надо. Они привезут больше. Поясняю, что многие мухлюют, как говорят, обманывают, когда мед продают. Как? Варят сироп. Все вам ставят, они обрабатывают. А она мед имеет, а там ничего нету. Тоже сахара. У этого нету. Стопроцентная гарантия, что этот мед взят со цветов. Ну, у нас когда-то здесь жил этот человек. Потом там его избрали председателем колхоза. Ну, а теперь он приезжает с пасекой. Сколько у него услуги? 100 с чем-то кажется. Было 130, осталось 100. Погибли. Ну, бывает такое. А от чего пчелы погибают? Есть такая болезнь, называется ауратос. Кто знает, что такое? Клижевия плещ. И вот, когда он нападает, они ее сгрызают. У пчел есть избавление. Они посылают своих разведчиков. Они летят где-то. И находят большое дупло. Возвращаются назад. По своему, по пчелиному сообщают, что мы нашли перелетать надо. И когда пчела перелетает, у нее температура поднимается на 2 градуса больше. А на 2 градуса это смертельность для клеща. И они прилетают, она совершенно свободная, чистая. Возьмите себя в образ. Какие у тебя были товарищи там? Где ты поднялся выше с Богом? А они сами летят подок, товарищи. А ведь вы еще держите не верующие. Что с ним говорить? Только о Христе говорите. Вы поняли, что такое маратос? И как избавляется? Притом, в природе, в большинстве случаев, что-то там заложено. Один говорит, собака выражает отношение к тебе, к другому. Она меряется по столу. А вот у человека, если у него был хвост, что бы сейчас у нас было? Обманута нельзя делать. И сразу бы видно, что говоришь, а говоришь. Совсем не то. Если боится, она хвост поднимает. Вы никогда не увидите волка, который хвост поджимает перед кошкой. Она не поджимает. Самое больное животное, которое у человека есть, это кошка. Как она себя чувствует? Ей разницы нет, кто. Ей главное, чтобы мыши не было. А человек, он передает свои знания. Два самых высокоразвитых животных с нами рядом. Это лошадь и собака. Они примерно на равны. В Англии были соревнования на знания, или так сказать. Восточноевропейская овчарка, немецкая, которая первое место заняла. Большинство государственных границ, полиция, везде эта овчарка. Ну, она уши-то, очком как-то порит. Бывает такой свет черневая, это брюссельская овчарка. У нас в нашей общине есть один, кто занимается собаками, кинулок называется. Я несколько лет занимался в улогонном розыске, по этой теме могу показать. То, что у нас считалось, ну, школа один, первый, там, десятый класс. А потом начинается высшее образование. Высшее образование – это брать след, узнавать человека, задержать, напасть на него, когда он стреляет сзади. То есть продлить жизнь хозяина хотя бы на несколько секунд. У них ничего этого нет сегодня. Знать, лечь, сесть. Вещь найти, он возьмет какую-то вещь, и нос буквально трет ей. У нас это было не так. У меня была собака на полукропка, я еще не разбирался. И мне дали, я рассчитался за нее, там, банку меда дал, столько денег, и сразу занялся. А чтобы были знания, я собаководчество, клуб такой собаководства. И сразу с пограничниками, в уголовный розыск, то есть самые люди, которые знакомы с этим, книги накупил, и на соревнованиях собака вышла на первое место. Я столько времени потратил на них, теперь, может быть, и жалеть надо. Команда какая-то. Я ложусь, а вот такое пространство, а тут кровать с женой. Я ей говорю, охраняй. Она сразу ложится около меня, а жены мне жизнь не подпустят. Вот как. Что она любила? Собака, что, делая траву, бросила, она дорога вот идет, ну, играет, когда выйдет. И она, кто-то рассыпает, а она проглотилась, сдохла, и все. Меня собака нельзя не возьмет. Она больше всего любила рыбу со сметаной. Это поощрение было. Я ставлю блюдечки, говорю, нельзя. Вот говорят, фу, я не любил это слово фухать. Слово нельзя произносил. Прихожу с работы, так все стоит. Вот. Собака реагирует на кошек. Живут, как кошка с собакой. И вот она где-то сидит, я посадил по сахрянам, кошку пропущу, там курицы ходят. У меня тиковушки шевелятся. Из места. Ей указания не было. Вот однажды мы задерживали одного человека. Он перешел речку в одном направлении. Барнарудка, она не широкая. Она снова взяла след с той стороны на этой. И вот когда ночью, у нее здесь фонарик, чтобы я ее нашел. И она бежит по кладбищу. А человек бежал, а я иду по дороге бегом. Я не вижу где ночь. Площная, темная. Я кричу сидеть. А кому кричу? Она сидит. Теперь я кричу. Голос, она начинает лаять. Теперь я знаю, что она рядом. Теперь опять бежим. Тогда это все было приучить собаку. А когда туда вышли, у нас транжирный парк. Там ремонт железнодорожных вагонов. Подготовка на следующий рейс, так называется. И она прямо в парк вырвалась. И там есть такие колодцы из кирпича. В землю идут. Что-то там. Водоснабжение идёт. Она лапами стала скрести покрышку. Автомат на него вылаз. Счастью, то и кончилось. Но это были занятия. Когда мы вернулись обратно через кирпич. И увидели хулиганов, которые валят. Бандалы. Обилистки и прочее. Того уже по-настоящему. Один бросился бежать у меня было. Она как ухватилась сзади, его забрать никто. И вместе с пальто до самого низа всё отняла. И уже если ты ведёшь его, то с ним не разговоров. И обязательно так, чтобы он не мог броситься. А у этих сегодня на занятиях. Задержали его. Один рукав надевает. За руку схватил, а у тебя в этой ножом. Она мгновенно перехватывает руку. Сегодня учат. У нас это в третьем классе школе была. Высшее образование собаки. Вот здесь у нас через два километра. Там возвышение. И там, видимо, один человек ходил. Теперь я туда срочно с ней бегу. А у них еще ночный метод. Она след взяла, но не знает куда идти. Он одинаковый. Я вижу по ступням, что он бежал в ту сторону. А теперь уже в другом селении мы его найдём. С собакой. Занимался? Нет, конечно. Собака даёт большое мужество человеку. Если она... А что я? И поэтому мы когда ездили, миссионерская поездка была. Вот эта газель вот стоит. Это единственная газель во всем мире, которая прошла на благовестии 120 тысяч километров. Мы прошли практически весь центр России. Север. Европу. Скандинавию захватили. Прибалтику. Турцию. Греки. И она с нами везде была. Заранее там положена прививка. Здесь у нее чип. Который человек ещё не принял. И по чипу она потерялась где-то, убежала. Только в полицию пришли и нажали кнопку. Оно недалёко. Три километра внизу. Всё бери, бери. Три километра. Три километра. Три километра. И вот она у нас ложимся спать. Специально такой шпор, его забиваешь. Она на палатке. Мимо. Мы же спим. В палатке. Любой подойдёт. А тут ни один никто не подойдёт. Она сразу даст. Лает. Голос. Но. В уссуристом крае. Она была в машине. Потому что там тигр. А тигр это лучшая запуска. Для него собака. У неё 35 килограмм. У него 330. Если транс тяжелее. Он даже телка большого берёт тигр. И за 2 метра он перепрыгнет вместе с ним. Такая мощь. Я вам рассказываю. О простых вещах. Чтобы мысленно. Вот слыша это. И вы сказали. Господи. Как не смотришь человека. Вот говорят. У Адама там. Какие звери вы. У меня в моё личное мышление. Первым делом он превращил собаку. Он один. Нигде никого нету. А зверё-то уже хищное стало. И она его охраняла. Ну а дальше уже. Бараны по шее. Дальше. Так. Кто остаётся. Сейчас напишите. Здесь. Полдесятого. Вы там. Кто останется здесь. Знаете где храп? С той стороны только зайти надо. Так. Берёте с собой. И больше полметра не отступать. Вы ответственность несёте за тех кто с вами. Это я сказал тебе. Слышишь тебя? А ты напиши всё равно. Напиши. Это моё мнение о тебе. Я не скрываю. Потому что ты открыто делал. Молодой человек. Ты биографию всю пересчеркнул вчера мне. Вот так вот. Новые люди если не знают. Я напомню. У нас вчера могла быть трагедия. Из-за этого отрока. Подцепил внешнюю себя. К розетке. И пальцы в розетку толкает. Его. Зачем? Отдельный допрос будет тебе потом. Несмотря на это я ей. Могу поставить сказать. У него неправильно. А ты напиши. Может быть ты уже раскаялся. Но скрывать не надо. Чтобы все опасались. Это вещь неслыханная просто. Я рассказывал. У меня брат в Москве был. Электрик. Специалист высокого класса. И он говорит. У нас было пять. Электриков. На стройке. Остался один. Где-то не так задел. Мы называем его не ток. А господин ток. Понятно? Поэтому. Разных трудностей. Что где есть. Никогда не. Не выносите решение. Посмотрите. Для тебя были люди. Прошли. Остались живы. Трусость. Делаешь человека непригодным. Собака сразу поймет что ты трусишь. Я с одним разговаривал. У него с дороги. Я говорю. Что? Выскочила собака. Док. Примерно такая она. Ростом. Доги. Док называется. Ну я как бросилась на него. А он в церковь шел. Он же пожилой. Она в рот развернула. И он ей в пасть сунул руку. Она до сих пор. И внутри ее перехрестил. Я первый раз видел его. Это у меня записано все. Так его. Павел Николаевич. Суворов. Он как завержал его. Как будто там у кипятка пустили. Вырвался. А из руки то из этой. И больше ни разу собаку я ее не видел. У меня была такая жалоба. Сосед опускает собаку. А у нас колонка рядом. Ну подойти не буду. И не прогнать нельзя. И хозяина нет. Прогоним. Ну как-то она кинется на тебя. Не кинется. А как? А вот когда печка торпится. А. А. За вас. Пантольник. Туда идет. Я его взял. Выношел. Он кинулся. А я вот так вот как. Плеснул. Я смотрел что попало на него. Он как завержал. Через дом к хозяину. И больше ни разу не выходил. А ему не повредило. Но он понял что здесь огонь. И в каждом вопросе. Вы смотрите. Как на нас делали люди. Пчелы. Вот. Чтобы собрать. Сколько я там написала. Даже не поверю. Что. В столовых ложах. Ну не больше пяти. За всю жизнь пчела собирают. И только благодаря. Ну там пять нету. Там ложки четыре. Она собирает крошку. А что такое пчел? Чтобы было понятно. Пчелиная пивотина. Она собирает. Внутри себя. Потом отлегает. Это мед. И сколько она цветов должна. Вы не удивляйте. Что такие слова говорят. Вот человек. И из него там что попало было. И. И ты видишь как. И хозяйка собрала. И сготовила тебе. Ты будешь есть? Да никогда. А ходит курочка. Она все склюет. Яичко возьмешь. А оно состоит как раз из того. Что было в пьяном. И ты даже не спросишь. Что съешь. Почему? А тут божье. Божье. И поэтому. Поэтому. В мире многое есть. Чего мы не знаем. Я могу ошибиться. Кажется в Таиланде было. Советские приехали. И говорят. У нас. Вот такие отходы. Большие идут. Где? Они отходят. А надо обрабатывать. Как обрабатывать? Обрабатывать. И показали историю. И там столько жира. А жира тебе обрабатывают. Там парфюмерию создадут. И все. А в другом месте. Дали выпил воды. Хорошая. Хорошая. Это как моча человеческая. Обработанная. То есть. Мы еще не до всего заследили. А в рей. Кажется три или четыре раза. Попадает вода. Обрабатывают. Обработали. Упустили опять. То есть. Обо всем надо помнить. Что есть люди. Которые. Много знают. Прислушаются. Что там написано. Я вам задавал вопросы простые. Вот у нас. Вот эти. Ну назовем так. Плакаты. Какие положительные препятствия. Которые говорят о том. Что человек. Который. Форма. Свет заказал. Он знал. Специалист высокого класса. Вы сами подумайте об этом. Второе. Мы как-то ехали. Дорогой задавали. Еще человеку ноготь дам. Обыкновенный. И будем говорить. Ты половина даже не знаешь. Где его употребляют. Ну может быть знаешь. Что в нас у ковыряешь. Обыкновенный ноготь. А этот ноготь. Решает судьбу огромных городов. А почему. По карте только отчеркнул и сказал. Здесь город. Вот он первый. А тут. Попал палец. Вот так вот. А вот там теперь такой поворот и есть. Так многое вокруг нас. Таинственного. Я Павел тебе скажу. Занимайся. Будь радостью для отца. Для матери. А то что сейчас у тебя характер такой. Вот так будешь. Зачем тебе это. Всегда найдутся сильнее тебя. И если ты попадешь. С таким взглядом зайдешь. В тюрьму. А в тюрьму попасть очень просто. Даже и спрашивать не надо. Ложное обвинение. Такое. Тебе оттуда не выйти. Тебе в первую очередь головой в парашу сунут. Дальше. Опустят изнасилование. И у тебя никто не заступится. Ничего нет. Если я вернущий. Захожу. А там в три раза больше чем по норме. Надо 25 и 75. Никого не видно. Курят. 75 человек. Я только зашел. Мир дома всему. Заколебалась. Такое было. Кто такой. Какая статья. Где у меня. У параши или где. Я говорю. 190 прим у каждого СФСР. Что? Минта грохнула. Я говорю. 190. А это прим. Черточка. Что? Политическая статья. И дальше уже он выбирает. А у них на одну кровать. Шкункой называется. Три человека. Меня он сразу подводит. Что? Ближе дышать надо. Вот так вот. Так. Куришь. Тот матроса схватил. Его уже нету. Там дисциплины в армии такой нету. Так. На втором. Ты тоже куришь? Духу нету. Я только зашел. У меня уже две кровати. А уж вечером начинается благовестие. Вся тюрьма слушает. Верующим мы. Даже на земле. Это чудо Божие. Сколько у тебя друзей будет. Тебя Бог будет как называть. На этапе меня в одном городе только привезли. А там два человека. Цыган и русский сидит. Статьи. Нелегкие статьи. И русский сразу подошел. Где-то двадцать три года ему. Русоволовцы. Такой. Ну видно. Чисто русак. А вы Бог. А какой же я Бог человек. А у меня срок был. Сказано. Что к вам в камеру придет сегодня Бог. Я говорю. Вот слово Божие я принес. И он до утра пишет. Сыном. Дочь своя не послушалась. Залезал. А этот тогда обмен был кадрами. Учителями. Демократическую республику. А их суда. И он там занялся валютными делами. И он оставал ей домой. А в дорогу сбежал. А сбежал уже статья. Какие есть люди. Как ты с ними будешь разговаривать. От этого все зависит. Мне было освобождение принесенное из парквартуры. Освободить. А я тут же написал уже заранее. И отдал. Не выйду. Пока не выйду в суд. Мне хочется людям рассказать о Христе. Это биография нам пишет Господь Бог. На самом деле. Бог через власть это делает. Это ты сегодня так вот. От тюрьмы. Да от сумы. То есть быть нищим. Не зарекайся. Ты не знаешь где будешь. А если ты привык так что у малых. Ну. Когда арестуют. Бывает хлеба то не хватает. А не этот хлеб который закрещен. Домой возят свиньям. А я это абсолютно точно знаю. И что не хватает больше. Вот. Сидят сколько надо здесь. Ну там кажется вот так вот. Десять. Длинная стола. Двадцать человек. А здесь кастрюля. С кухни. И находится кому доверенно. Он черпаком каждому дает. Но делает так что маленько осталось. А маленько осталось. Значит. Он это маленько льет мне. А я первый раз там. Я тогда пересел на дальний конец. Но кастрюля туда не дойдет. Дал указание чтоб дошла. И опять на меня вылилось. Это. Бог делает. Когда начнешь говорить. Да какие то сказки рассказывайте. Оно на сказочное похоже. Первый раз. Начальник тюрьмы. Соломин Александр Семенович. Полковник. Он меня не знает. Но дела то там есть у него есть. И он меня вызывает. Дорогой мой. Родной мой. У тебя статья не тяжелая. Начал меня утешать. И потом он чуть не каждый день вызывал беседовать. И когда он ушел на пенсию. Уже на свободе встретились. Я потом позвонил жене. Он у меня там исповедовался. Следователь обратился к Богу. У меня один близкий человек был там. Следователь из КГБ. Это люди очень высокого полета. И он стал священником. Понимаете как. Привезли еврея показать как обратился у баптиста. Он сразу от них отстал. Принял православие. Стал священником. Отец наук Безрая еще с нами выходит иногда. Повторяя это благодать Божия делает. Не я. Я никакой роли тут не играю. Но через меня как. Через чашку там проходит что-то. Это я с вами делюсь тем что будьте смиренные. Я никогда не спорю об этом. Но он неправильно поступает. Я не имею власть над ним. Ты у меня в комнате находишься. Никому не дай чтобы тебя не было. Да ничего не трогай. Не трогай. Будем застегнуть. Это самое главное. Вопросы? Так мы идем к десяти. Сейчас еще только восемь. Мы будем решать. Писать. Батюшке отдавать. Все на этом. С Богом. Вопросы знаете? Я дал уже. Да вот. Вот здесь. Это старый. Технический. Там нет. А вот. Пускай не пью. Я не хочу. Не хочу. Немного. Мне сказали вам. Сказайте можете. Многие квартиры. Хорошо. Всем добрый. Нигде. Немного. Тихо. 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 Нужно сказали. Ну что. Он. Немного. Ты вон не смешал. Кисажная, да, по-крою, ответная. Киреусная.